здравствуйте дорогие друзья давайте сегодня рассмотрим подходы терапевтические подходы к лечению угревой сыпи или по-другому назвать акне на примере клинического случая и поговорим о том как же все таки правильно лечить угревую сыпь и так молодой человек 16 лет беспокоит его с 14 лет примерно с возраста полового созревания беспокоит его вот уголь угревая сыпь на лице он обратился к дерматологу дерматолог наблюдает на коже множественные открытые и закрытые комедоны воспалительные папулы красного цвета пустулы атрофические рубцы и поскольку уже заболевание протекает длительно и пост воспалительные пятна очень важный момент естественно доктор собирает анамнез и выясняется что у него мальчика есть аллергические нит хронический гастрит и упоминание о бронхиальной астме а также есть аллергические проявления на шерсть кошек пыльцу и пыль то есть так скажем ребенок ну или подросток так лучше сказать аллергии аллергологический отягощен более того есть похожие проявления и по материнской и по отцовской линии а также у старшей сестры и так что доктор сразу назначает а сразу назначает антибиотик доксициклин 100 миллиграмм в сутки напрямую на период две недели 14 дней а также противогрибковый препарат флуконозол 150 миллиграмм по одной капсуле на 7 дней ну и кроме этого местно различные мази в частности базирун умывание увлажнение и так далее и тому подобное вот это вроде бы как бы все безобидно но получается что антибиотик и противогрибковые средства для подростка у которого есть отягощенный аллергологический анамнез чем это все грозит а это грозит но прежде всего развитием уже генерализованных аллергических реакций то есть то что у него были какие-то местные проявления все это может перерасти в серьезные проблемы такие как например анафилактический шок и вы сейчас подумайте но вот гомеопат будет сейчас запугивать какими-то страшными историями для того чтобы рассказать о каких-то своих гомеопатических замечательных горошках реальный случай который вот в моей практике совершенно недавно произошел обратилась уже ко мне девушка 25 лет уже как психиатру гомеопату с спасли с посттравматическим стрессовым расстройством в чем заключалась именно травма в чем заключался стресс в том что она два с половиной года провела в больнице это реальный абсолютно реальный случай вот совершенно недавно это было обращение а что же случилось у нее а то что ей назначили какой-то препарат ну из из разряды гормональных препаратов для стабилизации ее сферы у нее тоже был аллергологический отягощенный анамнез у нее был поленоз в частности и вот этот препарат дал очень сильную генерализованную реакцию в виде синдрома лаелла а это разновидность булезного дерматита страшное заболевание когда отслаивается кожа и состояние пациента напоминает состояние как при ожоге то есть у нее было около 70 процентов поражение кожи это сопоставимо примерно сопоставимо с поражением как при ожоге то есть выживаемость вот если развивается данный синдром а он достаточно часто развивается 2 после по статистике 2 на втором месте после анафилактического шока и в этом случае но выживаемость очень невелика и так с ней получилось пытаются стабилизировать состояние при помощи глюкокортикостероидов в результате практически полностью подавлен иммунитет и на кожу садится внутрибольничная инфекция которая совершенно толерантна к антибиотика и она начинает гнись заживо это вот совершенно реальные истории никакие не пугалки ничего я не выдумываю не беру какой-то случай из интернета это совершенно реальный случай из моей практики и естественно это настолько и и повредила психику и шокировал что сейчас мы лечим уже последствия она вышла вся в шрамах я увидел кусочек на декольте вот эти жуткие стягивающие шрамы 25 лет вот такая вот такая история и тут да мы молодому человеку даем два препарата которые потенциально вы все можете открыть и посмотреть в инструкции побочные эффекты и осложнения данных средств и вы убедитесь что в моих словах нет ни капли какой-то выдумки это все то что описано в этих в этих инструкциях побочные эффекты анафилактический шок и другие тяжелые осложнения а как же все таки нужно подходить ну да да все та же все та же камеопатии которые совершенно безопасно молодого человека может вылечить вот что хотел сказать в данном видео благодарю всех за внимание